Лекарства от компьютерных ограблений. Лаборатория Касперского и полиция Нидерландов объединились. У кого пальцы коротки, в Windows 10 появится однорукая клавиатура. Крути педали, пока ты в виртуале. Создан велосипед для несуществующих миров. Сегодня начинаем с любопытной новости об альянсе полицейских и программистов. Очень здорово, если вы никогда не сталкивались с ransomware. Иначе ваш бумажник уж точно похудел на определенную сумму денег. Интернет-вымогательство процветает даже не в самых темных переулках глобальной паутины. Но теперь есть средства против сетевого мошенничества. Пусть и не стопроцентное. Компания Лаборатория Касперского в сотрудничестве с полицией Нидерландов разработали специальную программу, которая защитит честных пользователей от вымогателей. Рэнсомуэр тип Трояна, который блокирует определенные файлы на компьютере. Чтобы вновь получить доступ к информации, пользователям приходится откупаться от хакеров. Но, к счастью, голландские полисмены обнаружили базу данных сервера CoinVault. Трояна-вымогатель CoinVault кодирует информацию на диски и блокирует доступ к операционной системе. Утилита, что создали в компании Касперского, может взломать шифр, который блокирует файлы. Впрочем, метод эффективен не во всех случаях. Но стражи компьютерной безопасности и правопорядка надеются найти и другие базы с кодами к вирусу-вымогателю. Корпорация Microsoft заботится о самых маленьких и оптимизирует работу на самых больших экранах. Компания анонсировала еще одну полезную функцию, готовящуюся к выходу операционной системы. На канале Microsoft Central опубликован ролик, показывающий, как работает однорукая клавиатура. Это новшество позволит с гораздо большим удобством вводить текст на тачскринах с большой диагональю. Для активизации режима надо зайти в настройки электронной клавиатуры и сдвинуть ее, заодно уменьшив в нужную сторону. Главное достоинство фаблетов — это одновременно и их недостаток, особенно если пользователя природа не одарила длинными пальцами. Вот это неудобство и позволяет исправить клавиатуру для одной руки. Правда, функции нет на смартфонах с не слишком большой диагональю. Но в качестве переходного звена между телефоном и планшетом эта находка программистов более чем уместна. Самый большой видеохостинг мира становится все большим полиглотом. Корпорация Google добавила поддержку еще 15 языков на YouTube. Теперь кнопки, ссылки и элементы навигации могут быть переведены на 76 языков мира. Это, как утверждают в Google, позволит 95% пользователей YouTube серфить по ресурсу, не испытывая языкового барьера. В числе языков, что поддерживается теперь YouTube, есть и казахские. Что ж, очередной повод сказать. Окей, Google. Велотренажер – это полезно, но скучно. И даже плеер или собеседник не помогут. Но разнообразить велотренировки тем, кто любит крутить педали дома, можно. Для этого надо заиметь специальный комплекс из шлема виртуальной реальности, велосипеда и специальной док-станции. На сайте интернет-инвестиций Kickstarter начата кампания по сбору средств на запуск производства системы Wide Run. Комплекс позволяет погрузиться в виртуальную реальность и совместить это с занятиями спортом. Поддерживаются шлемы Oculus Rift и Samsung Gear VR. Можно даже подключить док-станцию к телевизору, но тогда, конечно, прогулки по горным дорожкам или катание по берегу океана потеряют всю прелесть 3D-виртуальности. Стоимость набора для виртуальной езды на реальном велосипеде будет около 400 долларов. Но прежде итальянской компании надо собрать 44 тысячи на старт производства системы Wide Run. Смотрите выпуски ProNet каждый день в эфире телеканала 24KZ, а также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. На сегодня все. До встречи в эфире и онлайн. Через 30 steht на slick равно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok